Да, и можно сказать еще пару слов, что, в принципе, одним из обещаний Януковича, с которым он пришел к власти, это решение им же искусственно спровоцированного языкового вопроса, то есть это легализация русского языка как второго на территории Украины. Разумеется, это обещание исполнено не было, а основная причина в том, что напряжение вокруг языкового вопроса выгодно, как я уже говорил, и власти оппозиции для мобилизации их электора. То есть однажды, раз и навсегда решив в ту или иную сторону этот вопрос, они бы потеряли основной инструмент для пропаганды. Однажды, что Он употреблен в решении общества, в том что он случайно вытаскивает, что он должен был создать русский язык, которую он будет создать у меня легализмом. что в любом случае это очень легкий, потому что именно этот кинстический конфликт, который он только сам из-за того, что с языком, как и до сих пор, это очень полезный. То есть, если бы он это проблема из мира, то бы он не мог бы иметь свои выборы. Ну, при Яковичем наиболее заметное выступление, которое стоит сказать, во-первых, это те акции, которая в 2010-2011 году проводила второе поколение организации прямого действия. Это акции против нового закона образования, который был на удивление похож на тот закон образования, который предлагался еще правительству Тимошенко. Что смешено, что Тимошенко пыталась каким-то образом поддержать эти выступления студентов, но ее просто нетустили на митинге из-за свистения. Важно. 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 Важно изучено. года fleet痛izado кругом. А теперь можно сказать, что очень важную роль играли антиполицейские акции. Был конфликт с милиционером, который жил в его же общежитии. Эти акции охватили всю Украину. По сравнению с Майданом они были не такими уж массовыми, но все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела в адрес убийц. Но и эту ситуацию не спустили на тормозах, как это делают обычно в Украине. Потом отдельно стоит сказать об акции, которые были именно на Майдане, в ней левые участвовали очень мало и почти не участвовали. Из-за того, что в классовом смысле это был не совсем наш протест, я говорю о протесте работников малого бизнеса, который был на Майдане очень ютубит в 2010 году. В общем, там было относительно левых сил, Участвовал профсоюз работников рынков, где были по большей части очень мелкие, где были владельцы очень мелкого бизнеса. В принципе, это было выступление мелкого и среднего бизнеса против крупного бизнеса и алигарта, в котором активно участвовали оппозиционные политики. Это была очень массовая акция, там были тысячи и десятки людей, которые жили на Майдане в Палахах. Вот, по сути закончился этот протест ничем, им пообещали переговоры, им пообещали изменить на логовый кодекс, который был причиной этого конфликта. Но в итоге, весь этот протест, он ушел в обманку. Из-за того, что у вас, может, нет, 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 нет. Я имею в виду, что для этих протестов по-другому, большинство появилось, где Большинство, Коментьюбера, И тогда я бы сказал, что людей, которые иcome по-другому, большинство и среди сопликнут. И последняя акция, которая, можно сказать, стала определенным предвестником Майдана, это выступление в небольшом городе Николаевской области под названием Авродиевка. Одна der letzten Vorboten des Майдана была в небольшом городе Авродиевке в Николаевской области. Там два милиционера изнасиловали девушку, оставили ее умирать в лесу, но она все-таки выжила, смогла выйти к односельчанам, описала им ситуацию. И просто в этом же городе и раньше случались изнасилования, очень похожие изнасилования с убийствами. И за них осудили двух или трех человек, которые признавались в этом преступлении под пытками. Признавались они, видимо, как раз тем милиционерам, которые это совершали. Да, да, да. Ах, да. Это происходит. Да. Да. Das ist doch. Да. 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 Ja. Да. Да. люди были отрежены, которые, вроде бы практически из-за того же самого милейного милейка, как они тоже были уберены.